Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. С наиболее значимыми событиями вас ознакомят мои коллеги и я, Белла Ахмедова. В начале выпуска небольшой анонс. Уголовное дело за халатность. Следственный комитет разбирается в причинах перебоев водоснабжения в Сбербаши. Спасать уже поздно, но предупреждать нужно всегда. О неутешительной статистике трагедии на водоемах расскажем в выпуске. День памяти воину. В Рутульском районе прошел турнир в честь участника СВО, кавалера Ордена Мужества Амраха Курбанова. Продолжение из Бербашской истории о воде. Теперь уже в форме уголовного дела. Напомним, накануне, почти после двух недель отсутствия водоснабжения, сотни жителей города вышли на стихийный митинг. На ситуацию отреагировали прокуратура и Следственный комитет. Дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города своих обязанностей. По версии следствия, именно халатность чиновников по обеспечению технического обслуживания водопровода привела к систематическим авариям на нем, из-за чего население осталось без воды длительное время. Сегодня следователи провели обыск в администрации города, в ходе которого обнаружены изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В республике растет число трагедий на воде. За минувшую неделю произошло пять случаев, в результате которых утонули семь человек. Так, за последние три дня в водоемах республики утонули двое детей, одна из них ученица второго класса, которая купалась со сверстниками в отсутствии взрослых. Сотрудники МВД проводят профилактические мероприятия в местах купания. В Махачкале ремонт дороги на участке от улицы Доходаева до улицы Коминтерна подходит к концу. Дорожники уже укладывают второй основной слой асфальтобетонного покрытия. Учитывая тот факт, что данный участок улицы был сильно загружен и была острая необходимость в ремонте данного участка, нами работы проводились и в ночное, и в дневное время. По планам на следующей неделе будет завершена дорожная разметка. Отметим, что работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Спикеры из Москвы делились своим опытом с предпринимателями Махачкалы. Центр «Мой бизнес», ассоциация женщин-предпринимателей «Бизнес-леди» и Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан вновь провели обучающую программу на тему налогового режима и самозанятости. Подробности в материале Камилы Мехтихановой. Как совмещать семью и бизнес, как управлять временем современному предпринимателю, эффективные стратегии продаж и многие другие темы обсуждались на лекциях. Спикеры обменивали своим опытом, взаимодействовали с гостями, давали полезные советы и делились секретами. Все нарабатывается практикой. И самое главное, самое важное для спикера, когда ты чувствуешь свою аудиторию, когда ты понимаешь запрос человека. Сейчас в современном мире все любят, когда обращают внимание именно на него. Поэтому наша задача создать контакт с каждым участником нашего мероприятия, чтобы они ушли с определенными инсайтами для себя. Позже гости приняли участие в бизнес-игре, в которой показали полученные знания. А в конце мероприятия всех участников ожидало официальное вручение сертификатов. В прошлом году мы проводили форум для женщин-предпринимателей, проводили форум красоты и здоровья в Дагестане. И в целом форматы вот таких вот обучающих мероприятий довольно часто проходят. Мы представлены в 33 городах России как ассоциация. И в Республике Дагестан у нас тоже есть 5 филиалов. Один из них в Махачкале. Вы можете ознакомиться и с адресом, и с офисом, куда может обратиться каждая предпринимательница, либо девушка, которая просто хочет начать вести свою предпринимательскую деятельность. Участие в программе для предпринимателей бесплатное. Зарегистрироваться можно через организаторов и на официальном сайте самой организации. Камила Мехтиханова, Карим Гамаев, Новости ННТ. Защищать права медработников так, чтобы они оставались в профессии. И как разработать новую оплату труда медработникам? Эти и другие вопросы обсудили в ходе пресс-конференции информационная кампания по повышению активности молодых специалистов в сфере здравоохранения Республики Дагестан. В качестве спикера в Республику прибыл председатель Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников, который совместно с коллегой региональной организации Зумруд Бучаевой ответил на вопросы журналистов о ближайшей перспективе развития кадрового потенциала отрасли здравоохранения. Надо сказать о заработной плате. Заработная плата медицинских работников, я с этого начал, с того, что по большому счету она неадекватная, недостойная. И она является краеугольной такой вещью, почему до сих пор в нашей отрасли сохраняется дефицит кадров. И очень выраженный дефицит кадров. Вот буквально недавно, наверное, пару недель назад, выступая в Верхней Палате Российской Федерации, Голикова Татьяна Алисеевна, она обратила на это внимание. То, что получается, что самый высокий дефицит кадровый был, есть и остается именно в здравоохранении. И сейчас, в настоящий момент, получается, что если в среднем по высшему образованию дефицит кадров тоже существует, но на одного человека есть три вакансии, то у нас в медицине на одного выпускника 16, 17, 18 вакансий. Представляете, какая огромная разница. Наступил момент, когда я уже могу сказать, что мы абсолютно влияем на вопросы начисления заработной платы. Делаем это мы гарантированно и уверенно. На все 100% решаем вопросы, касающиеся каждого медицинского работника. Только один нюанс очень важен для того, чтобы это было возможно. Нужно, чтобы медицинский работник обратился к нам с этим вопросом. Сами, к сожалению, мы узнать о нарушении его прав не можем. И если медицинский работник верит нам и понимает, что до последнего, даже в случае обращения медицинского работника и его нежелании открывать свое имя, свою личность, мы проводим вопрос контроля, изучения ситуации с его заработной платой совершенно анонимно. То есть, желание медицинского работника либо открыто выступить за свои права, либо, допустим, воспользоваться нашими возможностями, они соблюдаются на все 100%. Среди медицинских работников города Избербаш прошел образовательный конкурс по книге «Основы религии», организованный Муфтиятом Республики. Автор издания – Абдурахман Хаджи Аль-Ахты. В труде содержится минимум необходимых знаний об исламе. Конкурс проходил в два этапа в тестовом формате. Тяжелый показался конкурс? Долго вы готовились? Нет, не тяжелый. Просто имам слабый. Побольше бы таких конкурсов проводились бы. Честно говоря, я и удивлялась с самого начала, как вы это все организовали, пришли в больницу, дали всем книжки, попросили что-то изучить, какие-то основы. Ну так вот, чисто все по-доброму. Мне очень приятно, что такое мероприятие у нас в Сбербаши проходит. Так нас уважили, что организовали такой шикарный вечер, такой прием. Большое спасибо, хочется сказать, за всю эту организацию и вообще за эту идею. Мне вот нравится, в принципе, эта идея. Спасибо вам огромное. Для финалистов после выполнения задания организовали культурное мероприятие с нашидами, поучительной сценкой, подарками и угощением. По итогам победитель отправится на малый хадж Умра. И немного о спорте. В Рутульском районе прошел турнир в честь участника СВО «Кавалера Ордена Мужества» Амраха Курбанова. На поле в селении Гельметь сошлись 10 команд, составленные игроками из цахурских стел и диаспор. Турнир проводят во второй раз. Его организаторы – родные и близкие героически погибшего солдата. На открытии команды приветствовали глав сел Цахурской долины, представители Совета ветеранов и Министерства спорта. Благодаря спорту здоровая молодежь может защитить нашу родину. Вот поэтому мы объединяемся через спорт, стараемся собраться. Только так можем мы защитить свою родину, свою страну, свою семью, свой дом. Поэтому, я думаю, это мероприятие идет только во благо даже подрастающего поколения. Пускай видят, какие ребята воюют, кто защищает нашу страну. В общем-то, вот с такими намерениями, с такой целью и проводится вот это мероприятие, данный турнир. Помимо футбольных матчей, в этот день участников и зрителей ждали угощения. Чай и ароматный плов. За столом все они могли узнать друг друга поближе. Сплощение местной молодежи – также одна из основных целей проведения турнира. Я думаю, этот турнир очень нужный для молодежи, особенно. Они здесь знакомятся, знакомых встречают. Также хочу поблагодарить министра спорта Сажидова, также Мамед Шахбановича, который поддержал, очень активно поддержал при организации этого турнира. По итогам предварительных игр в финал пробились команды «Карадак» и «Курдул», где победу праздновали первые. Бронза у клуба «Юждак» из Кизляра. В следующем году организаторы планируют провести турнир среди школьников всего Рутульского района. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами сегодня была я, была Ахмедова. Смотрите нас также в соцсетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин